всем здравствуйте я вас приветствую в прямом эфире тема у нас сегодня мы будем работать гелевой системой во флаконе те кто присоединяется напишите пожалуйста в комментариях как видно как слышно и мы будем уже начинать еще раз повторяюсь тема эфира моделирование при помощи геля системы во флаконе я подготовила ручку модели на своей длине на своем натуральном ногте мы будем сегодня работать твердой гелевой системой во флаконе по поводу качества тоже напишите пожалуйста потому как ну вот у меня пока почему-то картинка мутно все тогда все хорошо отлично все слышно да все видно так ну начинаем начинаем обратите внимание о вот так фокус появляется на темном фоне на перчатке обратите внимание ноготок имеет свою небольшую длину свободного края ногтевую пластину я подготовила сняла предыдущие покрытие покрытие я снимала полностью так как было были от слойки ну то есть по показаниям у нас была необходимость полного снятия ноготок скручивается ноготок скручивается как в продольном изгибе продольном так и в поперечном свободный край я слегка заузила от ногтевых в ростах к торцу выполнила заужение для того чтобы сделать запечатку запечатку мы с вами будем выполнять натурал композитом это твердая гелевая система гель высокой степени вязкости гель достаточно густой посмотрите на его консистенцию в баночке видно да что вот он такой густенький и из этого геля мы будем с вами формировать запечатывающий к давайте начинать ногтевую пластину я подготавливаю классическим способом я ее обезжириваю при помощи евроклинсера маникюры мы уже выполнили я прошла буквально одной фрезой каплевидной аппаратом сделала обработку очистила ногтевую пластину сверху зашлифовала куда-то мне палец убираешь обезжириваем при помощи евроклинсера для дополнительного обезжиривания используем неопреп под твердую гелевую систему неопреп я наношу полностью на всю поверхность ногтевой пластины наносим далее ультрабонд ультрабонд также носится в гелевой системе на всю поверхность ногтевой пластины с отступом от кутикулы чтобы не касаться кожи чтобы он не попал в пазухе можно по торцу еще третьим движением пройти ультрабонд испаряется на воздухе на воздухе он подсыхает течение минутки мы сейчас эту минутку мы дать им твердая гелевая система в данном случае сегодня у нас представлена во флаконе я для примера взяла soft pink гель посмотрите на его вязкость на его цвет очень красивый отличие гелевая система во флаконе от гелевой системы в баночке во флаконе гели немного более жидкие так как густыми материалами с флакона работать неудобно но по своим функциям по своим свойствам от гелий в баночке они абсолютно ничем не отличаются то есть они имеют ну вот например soft и шпинг гель у меня здесь представлен как пример да мы посмотрим смотрите вязкость в баночке такая более густая то есть он более вязкий а во флаконе гель во флаконе гель более жидкий видите он капелькой то есть когда мы работаем гелем во флаконе мы работаем прям кистью из флакона фактически по гель лаковой технологии выполняем укрепление выравнивание ногтевой пластины для геля в банке нам необходима кисточка и еще дополнительно я взяла soft milk гель также посмотрите на его вязкость он тоже достаточно достаточно жидкий при этом он очень быстро хорошо выравнивается сама моделируется высокие у него моделирующие свойства мы сегодня pink гелем работаем ультрабонд у нас подсох и сегодня в качестве базового покрытия я буду использовать бейс гель из гель лаковой системы чем это обосновано как правило под гелевую систему используется супер бонд база для гелевого моделирования но в данном случае знаю руку клиента да мы всегда исходим из скажем так из показаний клиента лучше покрытие будет держаться на бейс гель и поэтому можно и бейс из гель гель использовать и супербонд зависимостью от показаний то есть вы смотрите на своего клиента смотрите на то как он носит материал вот в данном случае я бы из гель использую тоненьким слоем с отступом от кутикулы равномерными движениями протяжными я прохожу по всей поверхности ногтевой пластины и формирую базовое покрытие никакого выравнивающего моделирующего слоя мы не делаем просто выполняем покрытие в качестве базы и отправляем на просушку следующим этапом нам необходимо сформировать запечатывающий кант при помощи натурал композит геля для тех кто не знает технологии с работы с запечаткой я буквально у меня ручка не пишет я буквально три секунды пока ноготок просушивается я расскажу вот у нас есть натуральная ногтевая пластина которая имеет в той или иной степени длину свободного края свою собственную под запечатывающий кант я выполнила некоторое заужение свободного края и чуть-чуть подобрала длину и теперь я буду запечатывающим кантом восстанавливать боковую параллельку и восстанавливать длину то есть я фактически торец натурального ногтя буду запечатывать искусственным материалом то есть я буду его запечатывать гелем прям полностью на торец мы будем контролировать чтобы кантик выложился на торец для того чтобы предохранить и защитить свободный край от механической нагрузки до когда мы пальчиками пользуемся защищаем от механической нагрузки покрытие у нас держится гораздо лучше нет возможности нет вот этого мостика в который попадает влага и соответственно мы избегаем от слоек со стороны свободного края со стороны боковых вот параллели очень часто в зоне в роста вот такие карманчики образуются для того чтобы этого не происходило по торцу мы формируем запечатывающий вот такова у нас технология работы когда вы коррекцию выполняете либо когда вы выполняете укрепление натуральных ногтей при помощи твердой гелевой системы мне понадобится кисточка кисточка пользуюсь как правило лепесток это шестерка можно четверка как вам удобно смотрите важный момент нам нужно чтобы у нас запечатка качественно к торцу прикрепилась а если мы развернем ручку посмотрим на торец то у клиента свой натуральный ноготь он очень маленькую толщину имеет и соответственно запечатки нужно плоскость площадь которой она прикрепится если я сейчас сразу на торец выложу меня запечатка сразу завернется вот сюда с внутренней стороны поэтому когда мы имеем дело с достаточно тонкой ногтевой пластины которая не имеет толщины когда мы имеем дело с отсутствием материала в зоне свободного края я таким образом работаю сначала в первым первым слоем первым этапом я выкладываю вот этот запечатывающий как буквально в два движения видите одним прошла от одной стороны фактически до уголочка и теперь с другой стороны я этот запечатывающий кант выкладываю на поверхность ногтевой пластины что я этим делаю я формирую толщину торца чтобы у меня эта толщина на торце сформировалась тогда мне будет к чему прикрепить уже непосредственно мою колбаску мою запечатку то есть мы сначала сформировали толщину торца подсушиваем ну вот на черном показываю на перчатках сейчас буду стараться фиксировать после того как выложу на перчатки покажу да всем да всем здравствуйте я приветствую все кто присоединяется пока ноготок просушивается я еще раз повторю мы сегодня работаем с твердой гелевой системой во флаконе это очень удобный формат слушайся это очень удобный формат у геля достаточно комфортная вязкость он не очень густой нам не требуется специальная дополнительная кисточка для выкладки материала мы будем работать прямо гелем из флакона так ноготок наш подсох теперь я могу вторым этапом вторым этапом что я делаю я всегда стараюсь вот максимально показать именно запечатку на нее технологию потому что очень часто у девчонок не получается не получается сформировать смотрите вторую колбаску я взяла прям видите на кисточке то есть она уже такая у меня был более жирненькая я укладываю ее прям присоединяю к коже и начинаю ее присоединять непосредственно к самому торцу тоже в два движения это можно сделать особенно когда вы делаете это регулярно вырабатывается навык никаких сложностей в работе запечатки потом не возникает все нужно оттренировать вот смотрите я выложила этот кантик мне не нужно чтобы у меня ноготок получился широким да мы заузили конечно ногтевую пластину для того чтобы освободить место для запечатки но ширина мне не нужно смотрите пока я не просушила я могу повернуть ногтевую пластину и пальчик повернуть и проконтролировать вот здесь внутренней стороны чтобы у меня запечатка хорошо качественно присоединилась не сильно завернулась вовнутрь и запечатала торец для того чтобы избежать ширины что я делаю я вот здесь сбоку запечатку подхватываю кисточкой и немножечко ее опускают если сбоку посмотреть то я фактически запечаткой восстанавливаю боковую параллель вот я раз и опустила то есть я немножечко еще создала ну как бы изгиб добавила изгиб натуральному ногту чтобы он не как лопатка плоский меня был а немножечко это запечатка у меня ушла в боковую параллель и сформировала толщину толщину ребра толщину ребра жесткость добавила вот таким образом на перчатку сейчас выходим видите запечатали теперь мы просушиваем время полимеризации у всех материалов две минуты этой запечатка и твердый гель по поводу запечатки я сейчас использую натурал композит гель еще можно запечатку тем не менее девочки а еще запечатку можно выполнять при помощи soft pink желе какая цена материала материала какого давайте посмотрим юля откроешь просто сайт какого материала ну давай soft pink или soft milk во флаконе гель и например там натурал композит soft pink желе он тоже достаточно густой желеобразный гель им точно также можно выкладывать запечатку в каких случаях если например мы не будем выполнять цветное покрытие если вы сразу скульптурный гель используйте в качестве основы под например дизайн то очень удобно soft pink желе делать потому как они видите по цвету подходят и в торце не будет желтить то здесь мы делаем под цветное покрытие вот так мы делаем без цветного покрытия поэтому по качеству носки по жесткости материалы будут взаимозаменяемыми они будут один запечатку мы с вами подсушили и теперь далее мы можем выполнять укрепление смотрите гель во флаконе особенности его нужно учитывать что этот материал более жидкий чем в баночке то название одинаковая вязкость немножечко отличается поэтому гель во флаконе стоимость 900 рублей гель во флаконе каким образом я работаю чтобы он меня не стекал то есть я сначала наношу тонкий слой определяю границу в зоне кутикулы определяю границу по боковым поверхностям можно еще чуть-чуть то есть тут регулируйте если сразу возьмете на кисточку много он очень быстро расходится и соответственно тогда может начать затекать можно работать в 2 капли особенно если большая длина так софтмилк 1150 15 миллилитров бутылочки такая цена первый слой я добавляю немножечко выравниваю границу с запечаткой можно таким образом делать если удобно видите он достаточно жидкий то есть будет быстро проседать поэтому работать нужно достаточно быстро мы сейчас это делаем медленно потому что я рассказываю разговариваем обратите внимание что гель сразу видите он очень ровно ложится за счет того что он жидкий более жидкий так только милка только милка до 1150 остальные 900 так материала действительно и качество хорошего и очень комфортной в работе но конечно же есть определенные нюансы да мы должны понимать как работать с более густым продуктом технологию выкладки как работать с продуктом у которого ниже вязкость поэтому сегодня показываю софт пинг гель во флаконе фактически мы работаем кистью с флаконом и работаем по гель лаковой технологии вот для мастеров которые например еще не умеют такого выполнять моделирование очень удобно будет переходить именно на гели во флаконах так как это будет привычно до такого стресса мастера не будет что работала гель лаком и флаконом и тут геля тут баночка и для быстрой коррекции кстати это тоже очень удобно посмотрите гель выложился прекрасно очень ровно с первой капли выровнялся но конечно этого нам будет недостаточно для укрепления то есть материал лег достаточно тонким слоем поэтому повторно повторно я также набираю небольшое количество геля знаете мне еще очень гели во флаконах симпатизирует тем что они достаточно тонко ложатся в зоне кутикулы и вот этот переход он получается настолько плавным настолько аккуратным что при приплака не знаю ли я толкнула или что при покрытии цветом сейчас секунду уберу мне тут наверное рука дрогнула что при покрытии цветом они не образуют ступени не образуют ступени при отрастании то есть очень максимально натурально получается вот я когда работала как мастер я для коррекции очень активно использовала гели во флаконах и теперь все я оставлю капельку на поверхность и уже выполняю укрепление непосредственно при такой работе согласитесь минимальный опил мы будем использовать то есть нам не нужно будет много пилить здесь я просто добавляю небольшие капельки материала и выравниваю можно немножко кутикуле топ также добавить толщины то есть смотрите регулируйте выравниваете переворачиваете сцентровать и при желании если вы хотите можно доработать кисточка линеарной то есть тут удобно но на самом деле кисти из флакона вообще более чем конечно достаточно для работы тоненькие аккуратненькие перевернулись центровали максимально прям крутите то есть даже в тот момент когда вы во флакон опускаете материал переверните пальчик чтобы он у вас не стекал так ну все она готов готов мы высушим спасибо девочки очень мне приятно за ваши слова вас благодарю soft pink soft nude soft milk очень комфортные гели для работы молочные вообще очень классный очень классный вариант есть еще раз говорю что я сегодня использовала пока ноготок сушим максимальной информации да сегодня я использовала без гель в качестве подложки это гель лаковая система мы можем ее использовать в качестве подложки под систему гелевую когда есть к этому показания если например какие у нас могут быть показания когда вы видите что клиент отходил вы например ставили супер бонд но где-то есть какие-то недочеты есть от слойки если вы понимаете что здесь технологически все соблюдено что там нет натеков и так далее но все равно отслойки присутствуйте пробуйте на base гель и так тоже можно делать я обычно супер бондом пользуюсь но в данном случае так как знаю руку моей модели то поставила на base гель материал у нас просох следующим этапом также при помощи евроклинсера мы работаем я обезжириваю поверхность обезжириваю как поверхность всего ноготка так и обязательно обезжириваю с внутренней стороны потому что прежде чем выполнять поверхностный опил мне нужно запечатку вот здесь с внутренней стороны выровнять натурал композит он имеет также дисперсию он имеет также липкий слой соответственно если я не обезжирю внутри и начну работать фрезой у меня фреза очень быстро начнет забиваться фрезу можете использовать любую мне сейчас под рукой вот такая фреза с алмазным напылением можно использовать твердосплавные фрезы маленькие специально очень очень большого количества переворачиваю ноготок работаю на 15 тысячах оборотов у меня нет задачи выпилить с внутренней стороны ноготь моя задача просто выровнять вот этот изгиб чтобы при взгляде с торца у меня было ровно и при взгляде с внутренней стороны я понимала что у меня не образуется ступенька что у меня клиент не начнет вот таким образом ковырять и отковыривать эту запечатку даже по себе знаете да что если что-то мешает если что-то касается кожи если что-то с внутренней стороны где то есть какая-то ступенечка или какой-то натек первое что мы делаем это начинаем ее выковыривать просто уложила выровняла как раз и почистила натуральный ноготок все разворачиваем и выполняем опил по поверхности какой опил по поверхности нам нужно выполнить конечно же нам нужно вернуть желаемую форму то есть придать форму свободному краю начинаем из торца я открываю толщину торца завожу пилочку снизу под боковую параллель снизу сбоку и сверху выхожу чуть-чуть снизу сбоку и сверху убирают опил контролирую снизу сбоку и сверху то есть я выравниваю ноготок он у меня был за ужин у меня был такой скрученный кстати запечатка очень хорошо держится держит вот такие крутящиеся ногти которые скручиваются в поперечном изгибе и доставляют потом при коррекции большие проблемы мастеру вот запечатка на их очень хорошо удерживает это как фотография в рамке да если мы фотографию повесим просто на стену она со временем от воздействия там окружающей среды она конечно же будет скручиваться на будет выцветать желтеть и так далее сменять свою исходную форму точно так же происходит и с ногтевой пластины когда мы оставляем ее не запечатанной незащищенной и не укрепленная у нас ноготок меняет свою исходную форму под воздействием воды сухости и так далее здесь примерно те же самые процессы происходят я сейчас работаю только лишь в зоне свободного края так как гель во флаконе позволяет нам максимально аккуратно выложить материал в зоне кутикулы тоненький переход ничего пилить не нужно можно сразу на чистоту выполнить маникюр просто выравниваем бочка выравниваем боковую параллель обязательно смотрим в торец сохраняем толщину торца и придаем желаемую форму запечатку можно выстраивать и на миндальных ногтях и на вальных ногтях абсолютно на любой форме абсолютно на любой форме выравниваю толщину торца все фактически у меня ноготок готов если вы коррекцию выполняете то же самое да на одну треть доложили здесь у вас даже будет старый материал поэтому запечатку выполнили и все посмотрели в продольный изгиб чтобы у нас не было какого-то грубого перехода переход этот сравняли и ноготок уже готов к тому чтобы выполнить шлифовку внутренней стороны посмотрим на запечатку видно что вот она есть когда вы готовите ноготь к запечатке обязательно с скажем так сориентируйтесь по длине то есть уберите немножечко длину потому как запечатка конечно же она добавится длину и ширину все берем шлифовщик в той зоне свободного края где я работала более грубым абразивом пилочки я прохожу более тщательно для того чтобы убрать все все моменты и все следы от пилочки с грубым абразивом я сначала зашлифовываю более грубой стороной потом мягкой а теперь в зоне кутикулы а теперь в зоне кутикулы я сейчас покажу торец салонная толщина торца нам нужно ее фокус и очки но вот так нам нужно ее выровнять вот толщина торца вот наполнение по поверхности мы не утолщаем торец мы его запечатываем наша задача торец материалом запечатать а не утолщить конечно оставлять его например тонким как натуральный ноготь мы не можем и теперь более мягкой частью пилот шлифовщика извините я просто снимаю глянцевый блеск с геля так как гель у нас должен быть полностью зашлифован не должно оставаться блеска чтобы следующий материал к нему прикрепился например цветное покрытие либо финиш на зависимости от того что вы делаете выравниваем зашлифовываем здесь каких-то супер манипуляции мы не делаем поэтому кутикулы сильно нас не касаемся поэтому в принципе можно маникюр уже выполнить заранее ноготок наш готов нам остается только убрать с у него опил можно использовать кутикул римовер сейчас я можно использовать кутикул римовер для того чтобы убрать излишки опила почистить ноготь с внутренней стороны у нас кутикул римовер гелевая система не боится кутикул римовера то есть вы можете спокойно наносить единственное что не чтобы не спровоцировать отслойки когда вы будете римовер убирать не оказывайте давление на поверхность ногтевой пластины то есть просто вот нам нужно было под кутикулой убрать опил мы его убрали убрали опил с внутренней стороны вот видите сухость вот это можно тоже убрать кутикул римовер не требует дополнительного смывания то есть замачивать потом руки в воде нецелесообразно мы просто берем салфеточку маникюрную и при помощи маникюрной салфетки убираем римовер конечно перед тем как выполнять цветное покрытие необходимо будет поверхность обезжирить для того чтобы убрать остатки римовера такой ноготок у нас получился с внутренней стороны также видите желтенькая вот прям и по торцам и по боковым поверхностям видна запечатка много запечатан качественно он будет выдерживать механическую нагрузку запечатка не будет давать скручиваться ногтевой пластине запечатку мы выполняли при помощи натурал композит геля а укрепление по поверхности софт пингелем в бутылочки очень комфортно очень удобно максимально эстетично тонко 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 в зоне конечно вот в контакте что мне не очень все время с фокусом какая-то беда достаточно тонко он ложится в зоне кутикулы и потом не препятствует дальнейшему покрытию эфир мы обязательно сохраним торцы мы запечатывали натурал композит гелем что значит маникюрная салфетка вот такая тканевая салфетка ковер мы используем для процедуры маникюра классического аппаратного вот такая салфеточка так мил геля девочки смотрите возможно помил геля например в определенном объеме его нет но он у нас есть в ассортименте значит он обязательно должен в скорости появится я всегда если провожу эфир провожу его исключительно по той продукции которая у нас есть базовой коллекции которая у нас присутствует продукции которые нет дефиците поэтому если сейчас нет обязательно он обязательно появится вот такой получился у нас ноготок если у вас еще какие-то остались вопросы мы эфиры всегда сохраняем и в комментариях вы можете обратиться и еще задать вопрос я вам с удовольствием на него отвечу так ну раз вопросов потом цветом можно потом можно топом покрывать поэтому здесь вы выбираете сами можете выполнить дизайн сразу на поверхность то есть тут зависимости все от запроса клиента сейчас делаю по одному пальчику потому что дальше нам также предстоит следующая работа и уже будем выполнять дизайн там для определенных там дальнейших наших целей так ну в общем то все если вопросов больше нет тогда выхожу отключаюсь желаю всем хорошего дня работы продуктивной успехов творческих если что я на связи в комментариях на все вопросы обязательно отвечу все всем спасибо до свидания